Сегодня у нас есть возможность поговорить с Дмитрием Клоковым, хочу поблагодарить за возможность встретиться с тобой, ты в последнее время постоянно занят, заграничные поездки и семинары. Те, кто давно интересуется тяжелоатлетикой, знают о тебе практически все, твои достижения, результаты, а вот новички, которые только пришли в тяжелоатлетику, интересуются лидерами тяжелоатлетики, они не то что не знают, просто ты в последнее время не участвуешь в российских соревнованиях международных. И вот хочу просто напомнить им о твоих достижениях в тяжелоатлетике. Это второе место Олимпиада 2008 год, чемпион мира 2005 год, бронза 2006-2007 и второе место 10-11. И чемпион Европы 2010 года. Благодаря Андрею Арамову. Я хочу поехать в Казахстан, я обязательно приду в Казахстан, как раз я уезжаю 17 сентября в тур опять, до 17 сентября я здесь, 17 я уеду, и дай бог с визами все получится, там Америка, Австралия, Новозеландия. И я прям сразу с тура приеду в Казахстан, вот я надеюсь, что я Андрюшу Арамову там встречу, я до этого с ним поговорю, хочу у меня тоже интервью взять и сказать, ну я говорю, ну пора уже медаль вернуть домой, домой медаль забрать с вами. И последний твой старт, это был чемпионат России, 13-й год в Казани, да? Честно, я не помню, я честно не помню. Третье место. Вот соревнования эти помню, помню, что третье место, но какой-то год был, и где соревнования были точно не помню. Да, третье место. Третье место, да. Вот. И учитывая то, что вот у тебя сейчас закончились семинары, ты практически... Ну, не закончились, это брейк на новую визу, мне надо визу просто сделать. Ты практически сколько, полгода или больше? Вообще я занимаюсь, это и объединение. Ну да, вот мы в последний раз с тобой беседовали на Кубке Президента, ты говорил об этом как в будущем. Вот получилось, когда я не помню, когда я в Кубе Президента был, да. Сейчас вообще восемь месяцев, как я всем этим занимаюсь, и вот если мы берем месяц, два месяца проживания в Америке, декабрь прошлого года, мы месяц прожили в Америке, это как одна страна. Сейчас и месяц пробыл в Америке, и месяц я проработал в Австралии. То есть из-за этих восьми месяцев, которые я все время работаю, три месяца если мы уберем на две страны, то вот оставшиеся пять месяцев, за пять месяцев я отработал в двадцати четырех странах. То есть за пять месяцев двадцать четыре страны, и плюс две страны, вот двадцать пятая и двадцать шестая, это вот Америка и Австралия, где я проработал три месяца. То есть в общей сложности двадцать восемьдесят четыре семинара у меня сейчас, восемьдесят четыре семинара. По полноценных, это от восьми до двенадцати часов в день, восемь в четыре семинара, от восьми, минимум восемь, и до двенадцати часов в день, это зависимости от времени. Ну да, я видел видео, где-то там как раз об этом говоришь, о том, что пришли утром, а уходим посмотреть. А видно же, я прихожу, я с гостиницы выезжаю в восемь, приезжаю, ну чтобы там приехать пораньше, потому что в день начала семинара, даже не семинара, я выезжаю с гостиницей в восемь, приезжаю, там в зависимости от места расположения, там восемь двадцать, восемь тридцать, иногда там восемь сорок в зал, и начинаю разминаться, потому что в девять у меня начинается первая тренировка. Вот с девяти до десяти, вот все, что вы в последнее время видите, результаты, нерезультаты, это все происходит с девяти утра до десяти утра. То есть мой организм за двадцать лет тренировок не вообще такого для него в жизни не было, чтобы я с девяти до десяти тренировался. Да, мы перед завтраком, часто там любители зарядок, ну что мы делаем на зарядке? Грифчик порой, да? А здесь приходится дверь там рвать, ну когда там пораньше, там девяносто, восемь, толкает там ту-ту-ту-ту, все здесь до десяти утра. Дальше начинается семинар, и вот заканчиваемый семинар, уже когда уже темно, там уже и в девять вечера, и иногда и в десять вечера. То есть я не тороплюсь, пока все до ума не доведем, работать по полной программе. Мне нравится. Ну то есть получается, что, судя по первым твоим видео, когда ты говорил, что в сборной, когда ты на сборах был, ты не ходил даже на завтрак и сразу шел на тренировку в районе десяти-одиннадцати часов. Ну даже не десяти, я в одиннадцать будильник заводил все это время. С 2005 года у меня будильник всегда был заведен на одиннадцать, и в полдвенадцатого двенадцать я на тренировке. То есть в зависимости там от ситуации как. И я узная эту информацию, мы когда сейчас с тобой договорились о встрече днем, и я попросил чуть пораньше, ты без проблем, в десять удобно. Да, мне это удобно было, но в голове сразу раз, думаю, Дмитрий Коков так быстро согласился на десять часов. У меня мало времени в Москве, хочется просто тоже, у меня вот после вас опять интервью, потом я еще на одно мероприятие еду. Просто за этот маленький промежуток времени хочется по возможности обхватить все, потому что там и телевидение есть, у меня несколько каналов, где будем снимать там и кулинарные программы, и всякую ерунду. Опять наснимаю и уеду. То есть именно люди звонят, 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 как обычно. Звонят, я время от времени появляюсь на телевидении, да. А здесь раз, и в последние восемь месяцев я вообще недоступен. То есть у меня там, пусть говорят, за последние месяцы раз семь звали. За последние месяцы только. И тема самые популярные видеоролики на Ютубе. И там опять какие-то скандалы, грязное белье, то есть разное, да. Зовут, 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 а я недоступен. То есть я, по сути, я пропал с телевидения, да. И поэтому, конечно, я сказал всем этим каналам, которые звонят, когда я буду в Москве. И сейчас поэтому я отработаю и опять со спокойной душой уеду, знаю, что в России еще меня, может быть, помнят. Тоже затронем этот вопрос. Ну, начиная с семинаров, вот, хочется узнать про фирму Winner. Я как-то в своем одном интервью не очень лестно высказался об этой фирме. Фирма… Что ты ее так рекламируешь, она вроде бы… Знаете, вот… Нигде ты так не продвигаетесь… Знаете, я за восемь месяцев эту фирму Winner, не вложив в нее ни копейки денег в рекламу, ее продвинул так, что она сейчас известна во всем мире. И ее, вот, ее будут продавать одна компания, с которой я, как бы, сотрудничаю, да. Но желающих ее продавать очень много. То есть мне самому просто для себя… Вот сейчас приятно, что я, придумав эту фирму в 2006 году, запатентовав этот бренд, фирменный стиль, там, и так далее, элементы, необходимые мне элементы, я взял и просто ее разрекламировал на весь мир. Потому что вот любой другой коммерсант, не имеющий имя, просто богатый человек или, там, обычный бизнесмен, который захочет что-то делать типа такого, ему для того, чтобы достичь такого же уровня, нужно будет вложить огромные деньги. А здесь вот я благодарен спорту за то, что спорт и определенная моя деятельность позволила мне не вложить ни копейки денег. Эту фирму знают все. Вот мир кроссфита, мир тяжелой атлетики, ее знают. Ну, понимаете, что значит «знают»? Узнаваемость бренда и что такое? Когда слышишь слово «вина», люди, которые знают меня и со мной общаются, знают, ну, как-то, да? У них все равно идет ассоциация. Мы это слышали. Вот это называется узнаваемость, да? Все. Этого достаточно. Это достаточно. Я не знаю, куда это приведет, к чему это приведет. Это для меня просто такой вот юношеский челлендж был. Челлендж – это как испытание, вызов, да? Который я вот сейчас могу и с деньгами, и определенными еще усилиями реализовать. То есть в 2006 году у меня не было ни денег, у меня не было ни имени, ничего. Но у меня была вот эта идея, которой мне очень сильно повезло. Потому что те люди, которые понимают, что такое «winner» слово, и те, кто сталкивались хотя бы с патентами, это очень тяжело. Я когда принес слово «winner», мне женщина говорит в патентной службе, патентный эксперт, она говорит, «Дмитрий, ну вы с нами понимаете, там буквы собирают вот так вот, возьмут буквы в кубики и вот так кинут. Опа! Ага, ну нормально, будем вот это патентовать». А здесь спортивная одежда, то есть, да, и слово «winner», оно как бы, оно должно уже быть запатентовано. И получилось так, что мне повезло. Это как судьба такая была, потому что до того момента, как я подал, и за два месяца до этого кончилось за неиспользованием предыдущих правообладателей. Это как бы судьба была. Какие интересные истории? Иностранцы, они не использовали. Это была иностранная австралийская фирма, которая просто запатентовала, как бы, фирма, и она не использовалась. Таких очень много фирм, которые, вот они вроде запатентованы сейчас, но они, например, истекаются в действии в него тогда-то, тогда-то, за неиспользование. То есть, они запатентовали и забыли про нее, и все. И если вы не используете определенное количество времени, она, как бы… Вот сейчас та ситуация, которая сейчас произошла с Калашниковой. Историю с Калашниковой знаете? Нет. В семье Калашниковой, в семье Калашниковой, концерт Калашниковой, вот сейчас у людей, у семьи и у этой организации Калашниковой просто какой-то Вася вот так взял или уже берет и забрал этот бренд. Потому что у нас законодательство глупое. Очень в этом плане глупое законодательство, я надеюсь, его поменяют. То есть, любой человек, желающий, сейчас раз, так сказать, я хочу быть правообладателем бренда Калашниковой. Делать майки с изображением автомата Калашниковой. И вот этот концерн, вот этот концерн крупной корпорации, которая известна на весь мир, которая поставляет оружие во весь мир, должна вам лично доказывать пеной у рта, что они не бараны, что это их бренд. То есть, не вы должны доказывать, что это там, вы там его не используете, или у вас там, вы производите что-то, какую-то группу товаров, которые у вас не запатентованы. А они должны вам доказывать. Вот любые желающие, это идёт из такой-то в России, может быть. Сейчас-то в Америке тоже обсуждается. Откуда взялось это название, Винер? Просто без головы, Винер, просто пришло в голову. А для чего? Да, вот такой большой отрезок. В 2006 году ты запатентовал, никакой деятельности. Почему? Я делал потихонечку. Занимался, да? Да, да, да. У меня с 2006 года я продал столько и футболок, и всего. У меня эта фирма, бренд зарегистрирован на мою фирму, где я генеральный директор. И время от времени я тогда и раньше продавал. Делали определенные партии для... А где? Только всю Россию делали. Ну, просто тогда это было всё так, на другом уровне. Сейчас всё это намного интересно. Сейчас нациализован. Значит, тот сайт, который мы заходим, Винер, это он принадлежит кому? Тебе, да? Да, у меня жена занимается этим. Потому что я вот зашёл, поинтересовался, где смотрю, там никакую информацию только... О чём? Ну, просто, что это за фирма. Вот когда я первый раз узнал, что ты её продвигаешь. А я её не двигаю пока в общей массе, да? Зачем? Смысла нет. Если им чем-то надо заниматься, этим надо заниматься. Ну да, я просто поинтересовался, то ли Клоков чёту фирму продвигает, мне интереснее за границей. Мне интереснее именно за границей. На данный момент. Потому что наши потребители, наши российские потребители, будь то спортсмены и прочие, или другие люди обычные, они любят то, что популярно за границей. Заграницей популярны? Окей, нам тоже популярен, нам тоже надо. Вот и всё, это отработанная схема уже. Надо продвигать его за границей, и наши люди, если они видят, что заграницей популярны, они тоже будут поймута закон так точно закон бизнеса глупо просить сразу в россии начинать что-то продвигать как российское производство да хотя я сторонник что это была бы российская фирма для для россия то есть в идеале моя мечта моя мечта как вот в спорте олимпийский чемпион так мечтал поэтому вот я не знаю куда она доведет она мне как бы детская фантазия 3 4 лизы довести ее до спортмасса довести до какого-то сетевого магазина чтобы продавал я ее продавал или другой какой-нибудь вася продавал которым я продам помочь мне не важно не просто есть такой собственный челлендж такой вызов я смогу смогу я сделаю все что могу смогу не смогу то есть это не цель жизни какая-то я не хочу там нет и желание и уже быть там адидасом или позднее конечно надо себя давать но залезть в магазин сетевой чтобы она продавалась и пусть она принадлежит другому на то видно она была я знал что она моя когда-то было вот это мне интересно а это для этого тебе нужно предпринять какие-то не тут нужен все инвесторам ну просто и мне предлагали уже люди но понимаете когда ты на стартапе находишься то твоя себестоимость она ниже то есть когда ты только даешь идею или когда идея уже осуществлена 20 процентов на 30 процентов на 40 процентов узнаваемость бренда растет твой как бы процент в доли если ты продаешь этот бренд или там делишься каким-то пакетом пока рано пока не нужно я не планирую никаких денег и каждый день она популярна и популярна и скоро каждый иностранец может купить во всеми а купить как нет у меня в европе уже продается у меня есть представители в европе шотландии какие-то уже представить два года конечно уже просто продают я просто не хочу этот англоязычный сайт делать просто его ввести надо заниматься нет смысла я партнер уже есть партнер здесь который в европе продают в америке у меня есть товарищ как углип он на них продает но просто скоро это будет более цивилизованностью прямо единая компания которая будет этим заниматься по всему миру пока только маленькие представительства которые мы отправляем вашего дальнейших успехов спасибо большое спасибо большое будем пытаться этот winner winner как бы хочется россия для россия в раздела на в россии для россия потому что мы приносим там адидас да пума носим истории многие не знаю да то что пума и адидас они принадлежат изначально людям которые воевали с нашими российскими строили оружие для америка для германской фашистской армии и из этих же эти же люди эти же люди так сказать что один был у них на войне он воевал за эсэс то есть против наших там моего брат там тоже то всякие вещи творил да потом у нас такие герб на груди всего немножко такая а нет желания чтобы не только один ты продвигал чтобы остальные продвигали то есть так же как допустим фирмы лейка а я знаете если не ехал в машине я не рвать заборную я ехал сегодня машине и так тоже думал будет разговор и будет обязательно и будет обязательно просто всему всему свое время и просто на стартапе и начнешь распыляться то нужно обороты набрать жирок набрать что потом было откуда сушиться как бодибилдеры как штангисты все мы набираем вес а потом сушимся также здесь на сначала набрать весок набрать семеночек а потом уже начинать делать другие вещи будет обязательно и ребятам сейчас у меня новая коллекция шьется где именно большие размеры уже есть там и на чингиза могучкова и на ловчего лёшу там на бегом славая всем обязательно приеду подарю все вот а про элик вы затронули сразу по спонсорским делам я вот что не согласен за последние 8 месяцев между спонсоров личных моих спонсоров которые платят хорошие деньги у меня сейчас 7 что 7 7 компаний которые платят мне и они международные компании производители оборудования спортивного питания многих вещей том числе еще шестангетки делу свой однако как компания производит штангетки мы сейчас и разрабатываем если через буквально две недели и буду экспериментировать все нормально то начнем продавать тоже по всему миру и в россию привезу здесь показатель например то что я сейчас там произвел скоро вы увидите у меня есть своя собственная которая крупная компания третье по величине в мире кроссфита делается штанги полностью моего производства я придумал блины я придумал я буду все то есть это штанга конкретно клоков дизайн вот она сейчас с китая едет огромное количество и она лучше по качеству металла это показатели а все данные эксперт независимой экспертизы вот и лексики вот и сексики потому что ты идешь новый идти на наши за что-то за счет чего-то играть и должен что-то сделать лучше почему твои новый бренд должны покупать хотя есть правильно потому что тебя цена в три раза дешевле почему потому что и лейка проявляется потому что и лейка например почему цена дороже потому что и лейка делается в европе один фастер там вот эта фирма она делается в китае они должны не дураки могут перевести и не нужно это бренд это бренд если вы если вы начнут делать в китае они потеряют тогда знаете есть в америке есть такая фирма рок рок это самая сейчас эта фирма в мире курсы она поставляет оборудование вообще во всеми самая круто там огромнейший день так вот они производятся в америке очень дорого не может быть чуть-чуть может быть дешевле чем мы и лейка но это дорого почему они это дело чего не в китай чего одна компания американский дед китай другая не идет потому что американцы патриот и 50 процентов потребителей они хотят а не визит мэй и если уж они хотят покупать то что сделано в америке для американцев а 50 процентов 50 процентов хозяев залов или просто люди которые хотят купить себе в гараж штангу или там оборудование какой-то для них важна цена висит туда играют и туда или кино что доказано она уже такой бренд блин я даже не знаю сколько ей лет уже она делает свое дело сколько бы она не стоила ей будет покупать там качество охрененное охрененное качество проверенных годами любая другая компания пусть она даже что-то делает лучше и надо доказать мы сейчас будем это доказывать время 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 а вот это вот слово доказывать это не означает что просто продвигать потому что допустим и не взялась правью должны использовать и люди должны использовать это должно вот отработать должна 23 там просто пройти любую как есть классика да то есть ригерта там алексей это классе никто никогда их уже не переплюнет потому что они были первым тачки и классическая музыка она время идет они как были первыми так они будут свой классик классика в штанге классика в этом классика в производстве производстве оборудования или это классика что никогда она всегда останется хорошая задам вопрос по-другому то что ты говоришь лучше фирма штанга лучше лучше что по каким-то показателям вот этих сотых каких значений есть свои нововведения а наш там нет у меня есть свои нововведения все штангисты которые будут смотреть они понимают например улейки есть такой недостаток что когда они бросают блины через какое-то время эти диски вставные металлические они начинают дребезжать они начинают дребезжать и гулять мы этот дефект изменили что я по 20 лет про использовал разные штанги никогда не предоставилась такая возможность 70 создать свою собственную штангу мне сказали сделать что хочешь мы сделаем все что ты скажешь любую все же ты скажешь вот любой только приз мы его платим я начал делать я замки и начал думать какие штанг насечку цвет металла все что там есть вы увидите а увидите скоро это все сделали цвет резины очень все носичка насколько она должна быть шуршавая насколько я я изменил этот дефект мы придумали конструкцию как после сейчас из-за которой вот эти блины они внешне может выглядеть примерно так но это не то же самое она не будет разбалтываться блины прибежать не буду на то что ты сделал сам это любой человек может сделать допустим не имея не имея каких какой-то специальности что-то придумать я работал с вами дизайн нет почему как внутренней конструкции тоже я говорил идею это значит не прорабатывать обладать какими-то до целая компания со мной работала я летал в бостон несколько раз а то есть у тебя была команда технорей который кайф на крупку одна из крупных компаний оборудования просто не сказали вот те все все что хочет что и дело вот те люди вот те как раз когда же я понял что это ты один только не не ну как я упомянул что компания сказала делать все что хочешь мы это сделаем и конечно ты просто давал рекомендации какие-то идеи я говорю так это меняем это меня изначально например сам тут просто идею подал я хочу чтобы диск был там то там то в этом в нем было что то 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 все на чертежах мы встречались несколько раз люди сюда вами в россию приезжали мы здесь чертили сидели на скайпе общались с америка и с технарями со всеми кто и тут же китай звонили сколько это будет стоить это как можно это нельзя то есть постоянно работы много было 7 месяцев участвовать и у нас китай она идет в америку эта штанга я ее уже поднимал и сейчас на на crossfit games поднимал демонстрировал уже очень много заказов потому что сейчас мы сентября начнем продавать и это уже идет сюда тоже очень интересная она будет она будет я в два с половиной раза дешевле чем алейка в два с половиной раза дешевле чем алейка будет ничем наступать просто один бренд будет как бы мировой бренд с историей многолетней который не обсуждается это классика супер штанга и новый бренд который хочет за счет каких-то элементов взять свой рынок не надо быть мировым у нас нет цели быть мировым лидером нет и взять свой кусок рынка и за него держаться и удовлетворять интерес я когда увидел первые фотографии с надписи клоков я подумал дима чё печать поставил с фамилией не там не печать качестве реку ну просто ну образно я понимаю для рекламы а нет есть ли а есть или есть блины разные если мы говорим про олимпийскую штангу олимпийская штанга это все там клоков д клоков д это все резина она летая все это резина да то есть она монолит монолит из хорошей очень качественной резины самым возможно что только можно было в идеале в этом там резина применяется вот а есть другие блины которые просветовские которые мы просто ради прикола на скорую руку делали на клоков дмитрий клоков по-русски писали просто на семинарами эту штангу на каждый семинар отсылают эта компания отсылает например где там австралию мне туда пошли на семинар в этот зал в другой зал то что то есть не в разные залы присылают мою штангу по возможности если у нас там успеваем и потому что не по всему это делал еще и штанг нам остается и хозяева выкупают и на них там расписывать люди используют там клок в дмитрии написано по-русски просто но это не та штанга она не самому не нравится это обычная старая штанга но так как люди хотят выйти на другой уровень они вот как раз таки начали со мной работать и мы тут я надеюсь по дереву постучать что мы сделаем все это дело скоро все увидите вот ты говоришь огромная партия скоро приедет в не огромная огромная партия при партии в россию это десятки я возьму как бы вот этот геймфастер я буду в россии соцсоюзе представлять то есть именно моя компания будет представлять этот бренд как мы представляем бренд владельцы бренда вина также мы будем представителями на советском союзе бренда геймфастер полностью кроссвитское оборудование штанги гантели мячи все что нужно вот например хочет быть человек открыть кроссфит-зал он звонит Диме Клокову или на мой сайт заходит все он видит цены то все то же самое ничем иного как бы такого не придумаем все то же самое просто бизнес просто бизнес интересный из твоей области в которой ты понимаешь в которую ты знаешь их дитя знают просто интересно как и макс почему макс кайфует и так хорошо вылез потому что он штангист он знал очень много контакта не пошло они же с моим отцом начинали вот они с моим отцом начинали это или кого в россию делать они первые были в россию велик привез макс просто начал и дальше продвигать и все а мы теперь тоже вдогонку пойдем немножко опоздали лет на десять зато свои пришли шагайки со своими шагами а так бы все скакерки турники вообще все 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 что только может придумать там наклон шесть козла наша не жди жди машин там толкать или эти след то есть когда там блины толкаешь на это стоит ну все что вы можете придумать все будет она в конце сентября уже будет там будет больше силу так вот барахолка сейчас учет и красиво от как сегодня она будет помочь и не меня будет поначалу здесь мы мы потом возьмем еще одно помещение просто мы оборудуем как мини-зал где человек может прийти окунуться в этот зал посмотреть вот турник такой-то толщины такой-то металл отрианными документов эти гантели такой вес такой 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 вот вам блины хотите мы на ваши на этих блинах там напишем ваш название зал все все мы оборудуем зал и будет заниматься это хороший подход когда не просто как-то что-то используют какие-то фирмы у тебя получается у меня вашему желанию любой каприз кроните это то-то а потому что а потому что а потому что это самое хорошее когда ты работаешь напрямую с заводом ты ты по сути на заводе находишься ты же не какой-то 15 перед купил продал мне ты не ли ты работаешь завода ты их лицой ты лицо этой компании во всем мире то же самое будет продвигаться по всему миру то есть люди будут те же самые кроссфильдеры они будут смотреть другие соревнования другие всякие вещи фото во всех журналах интернетах где это оборудование используется и вот оно те пожалуйста и в россии курса раз мы задумали это помещение можно о нем сказать это офис туда офис ну что можно будет лишь 2-ти коку или фирмы вина разница какая фирма вина это просто название и все что я делаю все что я не делал все связано просто с моим именем то есть я когда эти свое время был долгой что он делал думали на что там делать там доку хлеб у него там было мощные изделия и он очень хорошо делал и потом он просто стал развивать свой как зонтичный бренд то есть он стал деньги вкладывать только в продвижение своего имени и дальше без разницы твоему имени доверяют из твоими и ты что-то делаешь именно качественно вот прям качественно если делал дух хлеб хлеб производил всем нравятся качественных так вот если если ты что-то делаешь качественно реально неважно делаешь трусы женщинам все же качество неважно то ты к своему имени к своей фирме хорошее расположение и дальше не важно ты продаешь твоему имени ве что ты что туда тоже чем я занимаюсь почему я хреначью семинар я должен делать по 6 часов по заявке их иначе по 12 что каждый человек который был на моем семинаре никогда не скажет у меня было где-то около трех тысяч людей вот 3000 прошло через носим на пектр 80 семинара статистика небольшая около 3000 ну там я не знаю умножать там в среднем на 30 человек 27 человек в среднем сколько это я хрен его знаю ну 2,5 тысячи условно каждый скажет что это было очень круто это было круто все этого достаточно я интересовался ценами семинара цены цены семинара знаете они от 200 для россии это разные деньги россии российские деньги и иностранные деньги это разные деньги поэтому если для нас условно сейчас в австралии 400 баксов семинар стоит у человека да ну это до хрена для русских потому что у нас разные зарплаты у нас все разные но у них гамбургер стоит 5 евро 5 долларов а у нас гамбургер сколько стоит 3 ну вот и пожалуйста если это 400 баксов это самая максимальная цена что страница организаторы как решили ну давай в австралии богатая страна а так вообще среднем 325 350 325 средняя цена на семинар посмотрел как это называется регламент или как этого дня то есть там подробности написано конечно ну то что я могу то что вы прочитали это там шесть половиной 7 часов ну как правило мы работаем 12 а что туда еще включал все то же самое только дольше больше внимания людям то есть другой кто работает просто так он сказал все я 6 часов 7 отработал я деньги свои получу уже мне для меня важно чтобы все были довольны я никогда не тороплюсь я думаю допоздна он просто пусть семинара пивка выпил и спать нет все всегда довольны хороших хорошее качество раз уж ты это что-то даешь людям то опирать в том-то и прикол что почему например я на шлангу под дал свое имя клоков-ди клоков-д потому что вот мы долго работали я сказал вот если сделать вот так как я тогда если нет тогда нет все вот сейчас я спокойно спокойно мы сделали нам оделись пробовал нужно время конечно может что-то дефект какие во всех случае мы сделали очень много и мы пробовали она очень нормально работать нужно время конечно все ошибаются и mercedes бывают погрешности там отзывают подробные партии никто не застрахован техник это металл это нормально но во всяком случае то что мы знаем что мы исследовали пришла оборудование аппаратуру и проверял это нормально поэтому клоков-дизайн почему одежда все таки не дмитрий а дизайн сколько деле а у меня или ты у меня получается у меня получается найти как если посмотреть я везде использую клоков-ди а где можно я еще после клоков-ди пишу сайт то есть он как такой общий бренд получается клоков-дизайн но в сокращении клоков-ди то есть на одежде меня на прикол дизайн стоит прямо на одежде на каждой одежде мы клоков-дизайн печатано или где-то еще клоков-д большими буквами а дальше как пописка к сайм вместе получается сколько в дизайн вот и только там где я именно примут за это отвечаю кроме футболок что еще есть всю лямку с китая идет огромная партия лямок на коленнике лежат сделали на коленке подарки бенки на на колени на кисти магнезию магнезию жидкую сделали все вот со своими делами все куда прикладываю а из одежды без одежды да только футболки да нет почему кофт штаны сейчас огромный парк а из каких каталоге там а я жду сейчас оборудование когда придет мы сделаем каталог в котором будет где я буду поднимать или оборудование где оборудование и моя одежда в одном каталоге себя принимаешь там то я в своей одежде своих штангетках и поднимаю свою штангу я почему спрашиваю потому что все будет комплексе все будет каталог где если я поднимаю то штангетки наколенники на пульсники пользусь магнезии пользуешь там где все это мою чушь я попытался сделать все было так интересно там будут просто вещи или ты своим лицей я через себя только я да только я лена жена моя и . . она через семейный бизнес как через имя потому что ну кто в штанге уже кто еще в штанге больше чем клоковый батя 20 лет что и я 20 что кстати вот отец сейчас чем занимает усыновишь начинает он полностью общается с американцами сейчас по всем этим контрактом переводом все эти дела он ведет друзьям и там близкие мои два друга один в таможне работает другой гай вот вместе на такая дружная комп компания я имел ввиду раньше занимал пост президент федерации россии 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 да но он же еще очень долгое время было да но я не знаю но если честно не особо и хочется еще я в одном из готовил от вопроса у меня есть один такой вопрос вот как раз по поводу твоего отца чем он занимался как бы за него занимал пост ну то есть вот этот международный федерации россии россии да но он же еще очень долгое время было да ну я надо делу видеть президента там какая-то часть в области которую ты курируешь а другое дело просто президент федерации я и мы веду вот это организаторская способность заниматься организовывать людей а у нас я как раз хотел тебя задумать не не желаешь ли ты пойти таким же путем и или у тебя что-то новое и вот как раз это новое у нас это не винар я воплотил винар это так много но в лейке мы не в лейке обстан где-то всего на высвании то основная идея которые трат которые сейчас работаю они мало кто знает я сейчас доведу дома потом они все узнают это будет взрыв если все это сделано все или потому что я сделал дай бог если судьба распорядиться так это будет взрыв в мире тяжелоатлетики во все во всеми вот кого никто никогда не делал в жизни вот батя да он организатор по натуре и я такой вот нам не интересно делать что такое мне говорят вчера мне написали в youtube ним образом людей recognizable логички как все требования сейчас это можно можно 단 Роге друга я не люблю делать то что делает все для меня интересно примчапно в общем а nel commence комплексы делать мне интересно делать комплекс который делают все для меня интересно придумать и создать с нуля что-то и потом это попытаться довести до кого-то уровня вот так квина как например штаки то мое комплекс Я их сейчас пиарю, буду пиарить их где-то с известными спортсменами пытаться делать И они останутся за тобой Мне интересно делать что-то такое, что останется дальше, в истории И мы по натуре пиарщики Мы знаем, как пиарить то или иное дело Почему мы у нас все это получаем? Потому что мы пиарщики, у нас внутри сидит пиар, 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 пиар Мы знаем, как это делается И очень много мне шоу-бизнес дал Потому что батя пиарщик немножко старой закалки Я пиарщик в новую, я знаю новую нынешнюю ситуацию Как людей, что людям надо, что им интересно, как Потому что мне шоу-бизнес очень много дал Шоу-бизнес это не только те, что я прыгал, летал или еще что-то Это общение с людьми, это общение с руководителями, с пиар-компаниями Которые работают на раскрутке этих тиви-шоу Потому что каждый, что вы видите в тиви-шоу Слово или что-то еще Это все прописано в сценарии И это все обсуждается Если ты тронул за попу какую-то звезду на танцах со звездами Это все оговариваем Общались Так, если мы так сделаем, так Ага, минусы, плюсы Делаем, ага, все, делаем Мы делаем И дальше То есть это все серьезно? Конечно, конечно Почему мне это много дал? Потому что я сколько лет в шоу-бизнесе был И я общался с огромным количеством людей С разными компаниями Вот, и поэтому у меня было задатки к этому Мне это интересно И плюс мне это дали непосредственно опыт Все это попробовать С, опять-таки, поддержкой людей, которые постоянно за тобой следят Ага, Дима, надо переписать Это надо так сделать Потому что если мы это оставим так в эфире То это будет так даваться так-то так Все серьезно? Интересно Нет, ты молодец Я знаю еще, что хочу спросить Вот сейчас ты рассказал столько всего нового о себе Людям всем будет интересно узнать Не возникает ли у тебя желания Вообще, вот ты свираешься с того, что возвращаться в тяжелатлетику? Вроде бы в прошлом году ты говорил, что будешь готовиться к олимпиаде Знаете, я понял, я сейчас очень многое Я сейчас последнее время Не перевешивают ли эти в эфире Я понимаю, что могу говорить Я понимаю, что могу говорить Я сейчас интервью 10 за последние два месяца дал на английском языке За границей именно на эту тему И этот вопрос тоже был Потому что сейчас, когда появилось знание английского языка То знание английского языка, на которое ты можешь изъясняться Не то, за которое у тебя в школе будут За драматические ошибки, за предминания И за временные все эти дела А просто разговорный английский Тебе спрашивают, что ты просто отвечаешь Все друг друга понимают Ты общаешься спокойно Вот сейчас открывает это огромное количество дверей И очень много интервью на английском Но ты становишься своим Никаких препятствий нет И очень много дает это Я вот даже Лехе Ловчеву Мы общались с ними Я говорю, Леша, учите английский Это просто пипец Это и спонсоры другие Это все другое Российские спонсоры и иностранные спонсоры Это другие Но ты должен работать на иностранную публику Для того, чтобы тебе привлечь иностранных спонсоров Наши спонсоры русские Они не готовы платить Это другая история вообще спонсорской поддержки А зарубежные спонсоры Они сразу же интересуются? Они все чекинят Они всех знают Они знают и Магушкова Они знают всех наших спонсоров То есть, как только что-то будет интересно Конечно А они как только появится какая-то определенная ниша Как только появится определенная более узнаваемость Все они объявятся Но для этого надо быть готовым И твоя стоимость будет зависеть от того Какие у тебя социальные сети Раскрученные или нет От всего будет зависеть твоя стоимость И знание того Как ты с ним будешь общаться Должен быть человек, который проводник Вот тебе дали контракт Ооо, 2000 долларов В месяц За то, что я ничего не делаю Конечно да А эта сумма, она 7 Если ты скажешь нет, они тебе скажут 5 7, понимаете 5 месяцев назад Мне одна компания производителя Спортивного питания известна, SkyTech Они мне позвонили И сказали, давайте мы сделаем с вами Линейку спортивного питания С вашим именем Для CrossFit во всем мире Блин, круто Своё имя там, да Поучаствовать в процессе А сколько? Я говорю, столько Вы мне только что сказали о том Что вы хотите сделать Линейку спортивного питания Клока, Дмитрий Для мира CrossFit во всем мире И вы им даете эту сумму То есть сумма была очень низкая Когда вы говорите о миллионах Нет, даже для россиянина получали Низкая Потом они мне дали 5 В 5 раз больше В 5 раз больше Я отвечаю Прямо их матом послал Просто я с русским перевозчиком Я говорю, пошли На В 5 раз больше Потому почему? Потому что уважения нет Да, не ценят получается Не ценят Вот сейчас я это понимаю И поэтому я вот ребятам Обязательно встретимся Я им все это расскажу И хочется, чтобы они это знали Чтобы ими кто-то занимался Потому что, например, от Аптиохадова Позвонили мне, наверное, говорят Поехали на семинар Люди позвонили Он мне звонит Дим, мне 1000 евро предложили Я говорю Я эту сумму поднял уже Эта сумма была 8 месяцев назад Сейчас сумма в 3,5 раз больше И ты должен просить В 3,5 раз больше Я поднял планку уже Все, российские штангисты Ездят по такой планке Как раз хотел об этом поговорить Мы начали о какой-то другом И я уехал Напомнишь мне, да? У меня здесь все вопросы Мы затрагиваем то, что у меня записано Я напомню Про то, что я не перевесил Левесы Да Сейчас Вижу сколько всего Я тебе рассказываю Мне это интересно Я тебе рассказал Общую маленькую В общем, можно сказать, ничего не рассказал Вот прям то, что на поверхности плавать Не основную свою цель Не каких-то... Вот маленькую Ну и на кубке председателя То тоже очень скрытно Ты представляешь Даже вот если так Представляешь, сколько уже людей задействовано Только семь контрактов С разными спонсорами Семь контрактов И ни в одном этом контракте не указано, что я должен быть спортсменом Понимаешь? Там производитель чего-то, там, там, там И у всех цель другая Все понимают, что... Ты уже старый? Ну как старый, да? Старый Тридцать один год Тридцать два уже почти И нигде это в контракте не указано Я везде это вычеркнул из контрактов Что я нигде не должен быть спортсменом Они сами об этом говорили Но они указывали этот контракт Я их вычеркивал из контракта Я не должен быть спортсменом Но им это интересно Значит, они видят другую перспективу И мы знаем, о каких перспективах мы говорим Но сам за суть Ты уже залез туда В такую большую команду И сейчас ты скажешь Ребята, я на полтора года должен уйти Я вернусь через полтора года Я буду ездить через полтора года Опять на семинары Я буду продвигать опять и дальше свои вещи Потому что я должен сидеть в Чехове В один встал, пошел, потренировался Пожрал, опять поспал В туалет сходил, покакал, пописал Покушал, поспал Цель Какая у любого спортсмена? Вот сейчас половина команды Если бы была возможность уйти Они бы ушли Диманов, Лапиков Еще у людей У спорта У спорта Ушли вы, некуда уйти Потому что, когда мы молодые Да, для нас важно эго Эго движет нами Мы хотим быть лучшими Мы хотим добиться в этом спорте Но для чего мы хотим стать олимпийским чемпионом? 99% 99% всех спортсменов в любом виде спорта Для чего хотят быть спортсменом и олимпийским чемпионом? Вместо того, что это Звание олимпийского чемпиона и медаль на стене Хрена лысого Звание олимпийского чемпиона дает тебе гарантию на твое будущее Почему все не могут испортить? Потому что они боятся Это главный ужас для любого спортсмена Что он будет делать после спорта? Чем Дэвид Адамович занимался после того, как он ушел в спорте? Чем? Вот узнаете, я не хочу двигать Вы все узнаете? Узнаете Дэвид Адамович Ригер Занимался этим А кто мы такие? Вообще никто и звать никак Понимаете? Если он оттуда Начал заниматься вот этим То куда нам-то идти? И поэтому, когда тебе 32 Когда тебе почти 32 И у тебя семья И когда ты понимаешь, что твое эго Это как вот Если ты сейчас пойдешь за своим эго Я хочу быть олимпийским чемпионом Для чего? Просто потому что у меня нет этой медали Потому что я это могу Это эго А если нет Ты должен отвечать за свою семью За то, за сего За будущее Твое будущее, твоя идея Твоя семья Ты должен думать о будущем И если у тебя это все пошло уже Ну как бы И хочется Вот все туда А! Думаешь Эго Преобладает А! Нет, ну семья же Ну как бы все же началось Мы же все хотим быть бизнесменами крутыми Все хотим быть чиновниками Политиками Мы для этого тренировались Мы все для этого тренировались Для того, чтобы заслужить все имя Я всех знаю Мы со всеми спортсменами С всеми пацанами Все хотят быть чиновниками Политиками Бизнесменами Мы для этого тренировались Мы для этого строили свое имя Но когда у тебя имя уже есть Когда Вот мне сейчас мои Все, кто со мной работает Они все говорят Дим Ты понимаешь, что Сейчас в мире кроссфита Мир кроссфита это огромный Во всем мире Представляешь сколько людей Когда Начинают говорить о тяжелой атлетике 70% из всего мира кроссфита Из всех людей, которые занимаются кроссфитом Знают Клоково Ну какая популярность тебе еще нужна? Для чего? Ради денег Продолжать штангу поднимать Я сейчас в месяц зарабатываю столько Сколько я раньше зарабатывал в год В штангах Зачем? Что еще? Только эго Только эго Если собственное желание штангу поднимать Вы сами видите Я поднимаю каждый день Я в форме Я поднимаю каждый день Я каждый день тренируюсь Потому что я хочу Вот как Макса Капитов Он приезжает в человека Он поднимает Он приезжает в человека Покумнется в эту атмосферу Он хочет почувствовать штанг Он продолжает Потому что кайф Мне тоже самое Не расслабил Какой Макс? А Капитов А Капитов Потому что постоянно тренируется Потому что это кайф Мы получаем это Мы беремся за штангу И все Как за женщину Взялся за женщину Все Растал Также за штанг Взялся за этот суровый Шуршавый гриф И все Это размягчается Ты все Ты дома А я занимаюсь каждый день И не важно Что я делаю Шестятки на сто раз Или 200 на раз Я штанг поднимаю Мне нравится Это дело Все Я как раз и хотел Задронуть этот момент Я ответил на вопрос Я хочу Я хочу Я сказал В конце Следующего апреля Везде Объявлено За границу В конце Следующего апреля Я приму решение Я в форме Я сейчас Порву Там 95 И толкну 225 Ну сейчас Прямо сейчас Ты же 236 Толкнул Нет Я прям сейчас Да это Вот прямо сейчас И пойдем в зал Я порву 95 И толкну 25 25 Толкну Потому что Я вешу Там всего 105 Силенки Нет Ну как бы Рывок на рывок Там силы Не надо В толчки Нужна сила Сила Там такая Ну Нужно пахать Я не пашу Я делаю Кроссфит Вот И поэтому Я также буду продолжать И вот в конце Света шепления Я решу Или я все-таки Иду за своим эго И иду за это На эту олимпиаду Или не иду Все зависит от команды Еще Поддержат они меня В этот момент Потому что Это как может дать плюс Да То что я начну Готовь к олимпиаде И все это Все эти бренды Пойдут вместе со мной Это определенная Узнаваемость Определенная тоже Стратегия Или нет Или нет Потому что Разные Разные просто Развитие Вот мне Тебя как спортсмена Как спортсмену Можно понять Но Чиновникам спортивным Даже спортивным Которые хоть какой-то Имеют отношение к спорту Им возможно В следующем апреле Будет тебя не понять Потому что Это будет пятнадцатый год Отбор на Россию На Россию Александра Венковского Мы всех ждем Приезжайте на Россию Отбирайтесь Едите дальше А сейчас на Россию Ты видел какие результаты? Да какие результаты? Какие результаты? Толчок 241 И что? А рывок? А рывок? К сожалению Я сейчас порву Я вешу сейчас 105 Вот были весы Я бы встал 105 Вот гонять не надо Почему? Потому что я начал заниматься Кроссмена Мое тело другое У меня вообще другое тело Я чувствую себя хорошо У меня не надо гонять Раньше я сидел на сбор Жрал, жрал, жрал Я приезжал А сейчас я все это пересмотрел Вообще У меня не надо гонять Понимаете? И я хорошо себя чувствую Если я даже начну готовиться Ну наберу я там Свои 108-109 Потому что я по-другому Вообще живу У меня другое Питание другое Все другое Я начал это другое Ерунду свою Я еще Другой момент И 85 порвают Сколько? Безусловно порвал 85 Я не знаю Сколько, кстати, порвал 85? Я тоже, к сожалению Я не знаю Я вообще результат Не знаю Я сделал 241 Я тоже Весь в Безусловно Весь в Безусловно Знаешь, сколько Пацаны подняли А вот сколько Безусловно порвал Ну, суть по результату Где-то 85 Ну, если я сейчас порваю 95 на 10 Сколько останется 31 толкнует Ну, не серьезно Тимур Все там выступают Я когда смотрел Как Макс Шейко Поднимает на сборах Я за ним смотрел Потому что мы все В инстаграмах Я их время Пиарить пытаюсь Потому что я им обещал Что я их буду продвигать И потом мы с ними Пойдем кое-куда Вот Я за ним наблюдаю Я охреневал Какие результаты Поднимают Андрюха Диманов Он им постоянно Комментарии оставляет Ты что где-то, Макс? Ты охреневаешь? Ну, вообще Мы с такими висами Даже Мы не представляем Что ты так делаешь Или рвешь Вот Потому что мы старые Мы смотрим Потому что разные уровни Молодежь Она поднимает Могу на тренировках Могу националь Она не поднимает пока Ну, вот Новое поколение Она не поднимает пока Надо поднять Хороший пацаны Что надо поднять Поднять И зафиксировать И все Тяжелых и нервный Но не в 105 В 105 Как ерунда Дим, я затронул Немножко другой момент Это Спортивных функционеров Которые смотрят Не на человека Так А на его результаты Про федерацию Или чиновники Какие? Ну, просто Чиновники Функционеры разные есть Министерские Чиновники Которые принимают решения Кому куда ехать Министерские Или Федерации Это разные люди Начинается с кого Допустим С федерации Ну Будет комиссия Будет два сильных спортсмена У них будет выбор Кого выбирать Тот, кто два года Толкает Под сорок И рвет 180 лет Гарантированно Либо Не, подожди У нас Главный Чего сказал? Езжайте на Россию Отбирайтесь И едете Вот я и говорю Пучу Чушь полная Чушь полная Абсолютно Общолюдная чушь Которая никогда в жизни не будет Мужик сказал Ну давай пока Опираться на эти вопросы Если потом появятся Какие-то другие Ну, озвучим их Ну, что Ну, у нас каналы популярные Назовем и все Понимаешь? Чем ты сильнее Чем ты сильнее Чем ты сильнее Чем ты сильнее Просто если кто-то Скажет Ну, например Максим Шуйков Ну, там Я просто первый Кого попавшись Вот его не взяли Или там Вася Полникова Вот его не взяли И он сказал А И его услышало Тысяча человек А если Дима Клопов сказал А Это другую, понимаешь? Поэтому надо Быть немножко сильным И иметь Свои рычаги Понимаешь? Потому что Еще подумаем Потому что Это все можно так Хорошо преподнести Но что Потом мне отмыться Надо То есть Ты говоришь о том Что Тот, кто на дальний момент Сильнее То ты Я пойду Мы ориентируемся На то, что сказали Чиновники Наши Боги Они сказали Приезжайте на Россию Ходжмадакаев Там Все, кто хотите Отбирайтесь И едьте Мы не говорим Про подпольные Это полная чушь Полная чушь Которая никогда не действует Ну, это так сказано Давай пока на этот раз А если уже нас начнут прессовать То у нас есть То-то, то-то, то-то Которое мы тоже можем И озвучить И предъявить И так далее Ну, хорошо Возьмем последнюю Твою Россию Казань Результат 401 Я туда даже не готовился Я на вышке прыгал Я туда на вышке прыгал То есть, ты просто Тогда был не в форме Такого я вообще не в форме был Вообще Ну, я два месяца Каждый день Я каждый день Два месяца Утром тренировался После тренировки Даже без обеда Потому что я бы не успел Я без обеда Ехал в Москву Спорткомплекс Олимпийский Где мы сейчас находимся В соседнем здании Вот этот Попрыжковый сектор Каждый день Два месяца Я ел в Макдональдсе И не важно При каких условиях Ты готовишься Дали тебе возможность Готовиться К спортсмену Я пойму Да или не дали Если у тебя нет режима Если у тебя нет массажа Потому что когда мне массаж делать? Нет Массаж Массаж девочка делала В бассейне Которая у нас массажистка Наверное там была Андрей Карпенко Бог массажа для меня Который делает тебе в бане После веника Или девочка Которую наняли Девчонками Из шоу-бизнеса Помять Это разный массаж Понимаете? Я так готовился Хотя условия Дали не лучшие Но дали условия готовиться Но все равно Если мы говорим О результатах Которые Выше 190 В рывке Условно И выше 225 В толчке Ну это как минимум Хотя бы режиме Чтоб больше поднять Да 90 Там 85 20 При любом Распределить Ты можешь поднять Какой бы ты урод Не был Чтоб ты там В вышке прыгал Или В унитазе Отжимание от унитаза Делать Ты сделай Потому что выше 90 Там 25 Надо режим Для того чтобы 95 Там 30 35 Нужно еще Что-то Вот Так в среднем условии Но Два месяца Куда Я там столько Трамп получил Я себе плечо Вывихнул Если ты плечо Вывих делаешь Здесь Как при входе В воду Руки у тебя Разжимаются И ты В десятки Входишь в воду У тебя там руки Разрывают Я дернул плечо Я дернул пах Это все время Каждый знает Спортсмен Дернул плечо Все Не жимы Не рывки Не толчки Не делаешь Две недели А когда лечиться Когда физио делать Когда к массажу Здесь у тебя вышка Все У тебя контракт С канала Ты не можешь Никуда Понимаешь Пах Пах Каждый спортсменный Пах Месяц Месяц Ты не можешь Ни тягу делать Ни приседания Ни на грудь Ничего При таких условиях Я готовился И плюс Не лучшие условия От федерации Не нужный билет Вот и результат И все Поэтому Поэтому мы не увидели Всем узнаваемых криков Ну а как урожане Ты понимаешь На что ты готов Я на 210 На разминке Еле толкал Потому что для меня Это был Чуть ли не один из первых Тренировок После паха Мне страшно было Даже все Не было куража То есть это не новое Какое-то Твое поведение На помосте Когда ты приезжаешь Знаешь Что ты приехал Статистом Тебе просто мечтаешь Мартина обыграть Емэя В результате Ему проигрываешь Честно сказать Хорошо 90 порвало 91 красавица Растет память Значит Ты планируешь Ответить Я не планирую Я жду Я работаю И ждем Просто вот этой Ватерлинии Которую мы идем Это апрель А апрель Конец апреля Следующего года Я это везде так говорю Потому что я посмотрел По календарю Я прикинул Примерно Если я нахожусь В 85% В форме Приготовки В лучшей форме 80-85 То мне до России Хватает столько-столько месяцев Я их откинул Примерно Посчитал По всем этим параметрам Которые там считаем И понял Что конец апреля Середина конец апреля Мне как раз хватает На то чтобы начать И надо готовиться к России Как мы можем узнать Твое решение Да увидите Что Если увидите Что я Ты в видео В каком-то сантиме В апрель-май Если я в мае В мае На семинарах Значит А то есть Если тебя на России нету Значит ты принял Есть у меня один вариант Если я не Не буду готовиться Местным Один вариант Как я объявляю Но всему свое время Есть там вариант План B На вообще Если на России Тебя нету Значит ты Ну если на России Нету Значит я на хюст Не поеду Если на хюст Не поеду Значит я не отобрался Ну как бы Надо же отбираться Нет Шуму желания нет Даже знаете Желания нету Потому что сейчас я как бы Отстыл Я стараюсь Об этом не думать Мне что-то не интересно Кто там Че Какие там Я вообще не хочу думать Об этих грязных делах Спорт Это как грязь Я как представлю Это вот опять сборы Тут что Чуть-чуть Под коверную борьбу Вот это вот Кого кинули Кому че дали Кому че разрешили Эту грязь Как представлю Тут чиновники В нашей федерации И на хрен нам не надо К сожалению Это нас процентов Переносится Я вот Сборы Когда снимаю Тренировку Тишина Полнейшая Все там как-то Да потому что Все в напряжении Все в напряжении Мне это где-то Я был в одном Чиновничном кабинете Чиновничном кабинете Абсолютно по другому Вопросу К спорту Не касающемуся К шланги Не касающемуся И Он мне сказал Ты будешь еще продолжать? Я говорю Я не знаю Он говорит Если есть возможность Заканчивать Заканчивай Потому что Вот то что сейчас происходит Чиновник Под спорт Он говорит То что сейчас происходит Это уже не спорт Это все что угодно Но это уже не спорт И если есть возможность Уйти из спорта Чистым Чистым Меня засрали После олимпиады Все эти руководители Которые сейчас сидят Они меня обосрали Меня и батю везде В министерстве спорта Где только можно Грязью облили Просто Таким поносом В министерство спорта Можно даже не заходить Там такого обо мне мнения Они меня обосрали Понимаешь? Обосрали чем? Всем Обосрали Испомнили Что-то Знаешь Любой факт Любой факт Можно интерпретировать По-разному Но то что они сказали Абсолютно не правда Вот в том виде В котором они преподнесли Любую вещь Любую вещь Можно сказать По-разному Ты не пробовал Это же самая вещь Вот есть телефон Вот о нем можно По-разному рассказать Вот я расскажу О телефоне Ты прорекламируй его По-одному Ты прорекламируешь его По-другому Потому что у нас Разный словарный запас Разные цели Разное видение Как подход Вот у них была цель Определенная И было Принесло Разный запас И была Определенная идея Они это все выдали В таком виде В котором надо Все И это все там осталось Потому что мне Передам бате моему Идти доказывать Что ты не 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 урод Ну как бы По-разному Может преподнести И вот после этого Мне не хочется Даже с ними работать Не хочется Я точно расстроился Когда узнал Что не будет перевыборов И что их нахрен А тут не скинул Ты немножко меня перебил У тебя не было желания Реабилитироваться Снять ролик Такого Или видео Ответив Как бы на их Все Вопросы Зачем Будет время Ну они молодые Я молодой Будет время Когда мы придем Будет время Мы ответим